Смотрите, хотела показать детям мою клубнику, как мы в последний раз купили в Коску клубнику. Размер. Смотрите, просто ее можно, не знаю, на 4, на 6 частей разрезать. Вот, огромная, просто вот невероятная. Она вся такая. Вот это тоже, смотрите, какая. Просто вот, я не знаю, даже с чем сравнить, чтобы вы поняли действительно размер. Ну вот, вот так положу, да, смотрите, рука. Вот, клубничище просто. Я помню, мы когда ездили в отпуск в Америку, ну то есть давно, короче говоря, и мы катались с Сан-Франциско до Лос-Анджелеса и обратно, ну на машине. И, значит, там вдоль дороги бывали такие вот клубничные фермы, у них такие были стихийные магазинчики, ну такие, знаете, как палатки, не знаю, лоточки, короче говоря, в лоточках продавали клубнику. Причем, ну были такие большие лоточки, а были такие вот маленькие, небольшие. И вот мы и туда, и обратно тоже брали клубнику, и она была ровно вот такая же огромная. То есть это местная была клубника, но это было летом. Вот, это, я не знаю, это, по-моему, мексиканская клубника. Да, это мексиканская клубника. А в Калифорнии вот такая же вот растет летом, просто гигантская. И она при этом вкусная. То есть я вот помню, в Алма-Ате мы покупали клубнику огромную зимой, и она была прям вот трава-травой, а это очень сладкая. В общем, очень-очень интересный размер. Видимо, какой-то специальный сорт. Леша сегодня нарядился как эти... У них, в общем говоря, какая-то ретро-вечеринка в школе. Надо выбрать какой-то период, и он считает, что он нарядился как в 1970 году. Ну, может быть, да. Джинсы где-то такие достал. Я не знаю. Где-то на полке, да. Вы посмотрите, как у нас красиво опустилось облако на холм. Так романтично. Правда? После дождя особенно красиво. Ой, ребята, сейчас из почты достала конверт. Смотрите, из Белоруссии в таком состоянии, конечно. Ну, вроде не вскрытый, но немножко вот здесь вот надорванный. И он весь такой помятый, грязный. Но дошел. Это наша подписчица Леночка прислала нам к Новому году. Но вот сегодня, сейчас скажу вам, какое число. По-моему, сегодня 15 февраля. И вот сегодня только дошло. Но главное, дошло. У нас не ходят вообще почтовые сообщения в Белоруссию. Вот, как и в Россию. И вот от нее дошло. Мы переживали. Вот не знаю, сколько. Она еще до Нового года это все вышла. Наверное, два месяца шел конверт. Посмотрите, какая классная открытка. Она такая вот с этими вставными такими какими-то интересными карточками. Смотрите. Ух ты, классно как, да? Очень красиво. Там пожелания очень приятные. Спасибо большое. Так приятно. Мы уже с ней обсуждали, что, наверное, уже не дойдет. Но чудеса случаются. Очень приятно, что все-таки дошла. Спасибо еще раз. Всем добрый день. У нас ресторанный тур продолжается, да, Юра? Угу. Сегодня, правда, он был не запланированный. Вернее, он был запланированный, но не со мной. Понимаете? О как, о как. О, вот так вот. Какие мы сегодня зелененькие с тобой. Вот. И там планы поменялись. И Таня пошла в планы собственные. Бизнес-встреча превратилась. Бизнес-встреча превратилась в романтическое свидание. Вот так вот бывает. Представляете? Вот. Так что мы едем сегодня на обед. Куда мы едем? В Лос Гаттас. В Лос Гаттас едем в какой-то китайский ресторан. Вчера был японский. Мы его видели. Сегодня китайский. В Лос Гаттас. Ну, мы там... Мы его видели, но мы в нем не были. Так что мы теперь побываем и посмотрим, как там, что там. Сегодня у нас прекраснейшая погода. 15 градусов, без заждя, да, солнышко. По-моему, дождь... Дождь был сегодня вообще? А, был немножко дождь, да. Чуть-чуть был дождь утром, когда мы ехали в школу. Вот. А сейчас все прекрасно, чудесно, и мы счастливы, что сегодня у нас все безоблачно. Так что поехали. Приехали в Даунтаун. Тут, как говорится, всегда в будние дни парковку не сыщешь днем. Кажется, да. Ну, тут остались только места инвалидные, но на них оставаться нельзя. Оставаться на них нельзя. Где-то там, да, вот эта кафешка? С фонариками. Как называется? Таба-таба? Таба-таба. У них новогоднее меню есть? Таба-таба. Чайно-бистро. Бистро. Ну, пойдемте в бистро. Мы, короче, тут выбираем. Юра говорит, что надо брать что-то от шефа. Нет, не ты бери. Да, я, наверное, возьму. Тут есть ланч комбо. Тут и суп, и салат, и первый, и второй десерт. Стоит он с него. Ну, наверное, ее надо заранее как-то заказывать. Нет, наверное, вот этот, вот, honey want it. Это, наверное, фотообои, да, у них? Смотри, везде фонарики висят. Мы заказали, сейчас покажем, что мы заказали. Ну, короче, здесь был резерв, на самом деле, Юра делал. Но видите, сколько мест свободных, в принципе. Сейчас обед, наверное, люди приедут. Нам принесли какой-то суп. Смотри, какой. С чем это он? Какой-то острый. С тофу? Почему довольно-таки острый? Ну, она, потому что написано, была горячий и острый. Ну, да. Спайси. Ход он спайси. Надо пробовать. У нас это. Гастротур. Второй день. В азиатской кухне, да? Это кислый суп, да? Кислый суп, но он немножко-немножко остренький, совсем-совсем чуть-чуть. И он такой кисленький. Нам еще чаек принесли. Прям заваренный. Заваренный смак. Вкусно. Ой, какая красота. Юрия, что это у тебя такое? Это пахнет вкусно. Это рис в баклажанах. Баклажан с чесночным соусом. Ну, тут я смотри. Много баклажан. Да, тут еще какая-то зелень и тару. Ну, это перцы или что-то, как будто бы, знаешь, спаржи или сельдерит. Что-то вкусное. Слушай, это прям, как будто бы мы попали в узбечку. Да, да, да. В Алма-Ате. Классно. Слушайте, обалдеть. Смотри, эта чашечка съедобная. Да. В общем, чо, умейн, салат с курицей, кажется. Смотри, креветки совсем по-другому выглядят. Креветки. Креветки с орешками. Красота какая. Ну, я это, по-моему, мне кажется, все не съем, Юра. Придется тебе мне помогать. Юра доедает. Ну, Юра тут вместе с тарелкой. Тарелка на вкус. Она такая, ну, из теста сделанная, но она такая, прям, как будто жареная, да? Во фрайт, во фритюре ее. Жареная тарелка. Ну, такая тонкая-тонкая, знаешь, вот у индийской кухни тоже такая же есть. Она прям тоненькая-тоненькая. Похоже, знаешь, ну, что она тесто фила по толщине. Вот, наверное, такое. Нам чек принесли с печеньками, вот этими пожеланиями. На сколько мы наели, Юрий? 34 доллара. На 34 доллара? На полу. Аж смешно, да? Вчера мы на сколько наели? Я даже не спросила, кстати говоря, у тебя. Вчера мы наели, наверное, на долларов на 130, да? Вчера на сколько было? Да, вчера на 150, мы с типсами там. А, ничего себе, мы обжор. Это, давай откроем. Ребята, мы так наелись, да, Юрий? Да, отлично. Прекрасное место. Но, вывод, полный ланч брать не надо. А, как там неполные возможности? Ну, вот как ты взял вот какое-то одно блюдо, и всё. Потому что всё равно приносят ещё суп туда. Но было очень вкусно. Не зря твоя бизнес-встреча отменилась. Сейчас я вам скажу то, что мне попалось. Юра не открыл детям, печеньку везёт. А я печеньку взяла, бумажку достала. Написано о том, что любое излишество может стать пороком. Я говорю, Юрин, это они намекают, что надо меньше есть. Ну, это же так и есть. Во всём нужна гармония и баланс. Не переедать, не перебивать. В общем, держать, как говорится, руку на пульсе. Смотрите. Он тут прям ходит. Вот он, смотри. Смотри, какие перья. Там блёстки. А вон там, вон, видишь, надувается. Сейчас сдулся. Хвост надувает. Расправляет хвост. И смотри, у него тоже так блестящий, прям оранжевый блестит. На брюшке. Сейчас, может, ещё раз надуваться. Привет. Ты будешь надуваться? Нет, конкретно не будет. Вон, вон, смотри. Видишь, хвост? Хвост пришёл. Сдулся. Они такие огромные. Давай, надувай хвост. Не, надувай, а расправляй. Сейчас, сейчас. О, сейчас. У него ещё вот здесь висит. О, это тоже. А это прям, смотри, она пришла просить еды прям. У него это не болтается. Смотри, какая огромная. Да, да, и смотрит на нас. Привет. Хеллоу. Я когда вышел снимать, она прям подошла. Прям к тебе подошла и говорит, Юрий, здравствуй, да? О, да. Вот, может, часто спушит. Он же только перед женщиной попушит. О, о, о. Вот он вокруг неё. Обхаживает её. Здесь висят какие-то эти галстуки. А это, видишь, ревнивица ходит. Это она, наверное? Да, это она. Это она. Это три она? Угу. Нет, ну, в смысле. Вот он. Который мыло. Ну, видишь, у него красненький такие. Да, да. Кстати говоря, у него более красный. Да. Да, тут зоб. Угу. Горлышко. Ну, давайте что-нибудь сделайте нам тут на камеру. Смешные такие. Топ-топ-топ. Пасутся, Ань, пасутся, да? Угу. Обед у них тут. Обед. Как вам тут, вкусненько? Вкусненько. Я тут готовлю ужин. Опять, помните, тот капустный салат, куда вы мне рекомендовали не добавлять кабачки? Но у меня вот раз есть и помидоры, и этот, господи, огурец. Вот я думаю, огурец мне бы тоже так же порезать или его потереть на терке. Я боюсь, что если его потру на терке, он вообще будет водянистый. Или вообще огурец не добавлять? Не знаю, короче. Сейчас сделаю, как в прошлый раз. А с огурцом потом порешаем. Знаете, что хотела вам показать? Тут вот на орхидеи есть вот такая вот инструкция, как за ней ухаживать. И вот оказывается, ну, то, что надо, в общем, держать ее подальше от прямых лучей, внутри, температура должна быть 65-75 фаренгейт, в общем, не жарко и не холодно. ее не надо подкармливать, пока она цветет. А когда она цветет, тогда ее надо будет подкармливать каждый месяц. И по поводу полива написано, каждые 7-10 дней надо поливать и давать ей просохнуть. То есть вот этим прям, видимо, земле, вот этому вот, грунту, да, кора, так что там, надо обязательно давать просохнуть. Вот. То есть она должна, вот эта кора, быть довольно такой легкой, не тяжелой, не мокрой. В общем, ну окей. В общем, все как обычно похоже. Но что мне нравится, что здесь, вот видите, новые корешки есть. Вот. И здесь прям такие вот эти вот цветоносы, такие мощные, хорошие. У меня, правда, тоже неплохие, но она другого сорта и, ну, другого цвета, я не знаю, сорта, цвета. Ой, это там рыба моя пищит. Короче, мне вот эти почему-то прям внушают доверие. Наверное, выживет. У меня, кстати говоря, первая орхидея была именно такого цвета, только она была чуть-чуть вот размером поменьше, сама по себе, цветочки были поменьше. А орхидея была точно такая же. Я вот и нашла в фотографиях в 100-летней давности, какая у меня была первая орхидея. Именно такая. И, похоже, это вот та, которая у меня никак не прорастет. Ну, в общем, пришла ей замена, но то я никуда не выкидываю, буду над ней работать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...